Глава тридцать первая из второй книги Моисея Исход «Резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахиса Махова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. С кинью собрание, и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности с киньи, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я, Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранятся на Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было «Перстом Божиим». Продолжение следует...